Станислав Белковский, писатель, российский оппозиционер, входит в десятку лучших политтехнологов России. Сразу с началом полномасштабного вторжения в Украину из России уехал. Со Станиславом Александровичем мы и поговорим в прямом эфире. Здравствуйте. Доброго дня. Очень рады вас видеть в эфире Молдова-1. Да, хочу только заметить, что лучшим политтехнологом я был много лет назад и давно уж этим не занимаюсь. Хотя, впрочем, я не обижу на вашу оценку. Давайте начнем. Начну я, пожалуй, с самой обсуждаемой на данный момент темы атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию Путина. В Кремле это назвали терактом и покушением на президента. В Украине причастность отрицают. Станислав Александрович, интересно ваше мнение. Что это было? И видите ли вы в этом некий символизм? Безусловно, это составная часть психологической подготовки Украины к контрнаступлению вооруженных сил. Этой страны, которая, по большинству прогнозов, должна начаться в мае, то есть в текущем месяце. Версия о том, что это была провокация российских спецслужб с целью сплотить народ РФ вокруг Путина и Кремля, не кажется мне убедительной. В принципе, Институт изучения войны, который, в частности, транслирует эту версию, в основном опирается на открытые источники. У нас с ними источники совпадают. И поэтому я могу отследовать, как формируется точка зрения этого Института изучения войны. Примерно совпадают. Но в России сегодня очень высокий уровень психологической как раз демобилизации, атомизации общества. И вот то, что беспилотник попал прямо в Кремль и в купол официальной резиденции Владимира Путина, здания Сената, где находятся и рабочие представительские кабинеты российского президента, это огромный моральный имиджевый ущерб для российской власти. Он не только не сплотит РФ народ вокруг вождя, но, напротив, в очередной раз подчеркнет и подчеркивает, что никакой второй армии меры не существует, и великий Владимир Путин не в состоянии гарантировать даже собственную безопасность, не говоря уже о безопасности большинства россиян. Поэтому это большое поражение Кремля и демонстрация того, что российское ПВО практически не работает. То есть, если кто-то когда-то был шокирован по приземлению Матиса Руста на Васильевском спуске близ Кремля в 1887 году, при том, что никаких враждебных намерений у господина Руста не было, то как же эта аудитория должна воспринимать взорвавшийся беспилотник, повредивший крышу кремлевской резиденции Путина. Но это не было покушением на Путина, поскольку Путин вообще очень редко бывает в Кремле, и тем, кто запустил беспилотник, было хорошо известно, что его в Кремле нет. Это был именно символический жест, как вы и говорите. Реакция депутатов разного уровня, чиновников и пропагандистов была ожидаемой. Кто-то стал призывать разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы. Кто-то предлагает сбить самолет Зеленского или планомерно бить по людям, принимающим решения. Как вы объясняете эту риторику? И вообще, это все укладывается хоть в какие-то рамки? Как сказал классик русского рока Юрий Шевчук, я получил эту роль, мне выплатил счастливый билет. Всякий человек в путинской элите играет свою роль. Кто-то ястреба, кто-то головы мира, кто-то откровенного клоуна, каким стал, например, Дмитрий Медведев, еще недавно президент Российской Федерации. Поэтому каждый высказывается в соответствии с изначально заданной ролью. Не надо преувеличивать значение всего этого. Значение имеет заявление официальных и полуофициальных кремлевских спикеров, которые ясно дали понять, что жесткого уничтожающего удара по Украине из-за инцидента с беспилотником не будет. Его не будет хотя бы потому, что нужно избежать каких-то еще ответных действий перед 9 мая парадом на Красной площади. И фактически ответ Кремля – это обращение к Вашингтону с просьбой обуздать украинского союзника и гарантировать безопасность. Лично Путина, по крайней мере, в каткосрочной перспективе. Именно поэтому Кремль все время апеллирует к тому, что все решается в Вашингтоне. Именно, соответственно, носить удары по банковой улице, где офис президента Украины или Верховной Раде нет никакого смысла. Это же не центры принятия решения, они слишком далеко. Должен заметить, что еще в апреле 2022 года Министерство обороны РФ заявляло, что если хоть одна украинская пуля или снаряд упадет на канонической международно признанной территории РФ, то ответ будет ошеломляющим. С тех пор много раз российские, украинские снаряды падали на территорию РФ, заходили украинские диверсионно-разведывательные группы на территорию РФ, врывались всякие объекты на территорию РФ, поезда сходили с рельс, и удара гиперзвуковым или тем более ядерным оружием по Киеву мы так, к счастью, и не увидели. В числе прочего, вчера снова заговорили о риске применения тактического ядерного оружия. Как вам думается, Путин решится на этот шаг? Красная кнопка, и он ведь пугает цивилизованный мир не первый раз. Психологически он был готов к этому еще весной прошлого года. Неслучайно тогда шла активная пропаганда японского сценария. Дескать, если США могли сбросить атомную бомбу на Японию в 1945 году, чтобы принудить эту страну к капитуляции, то симметрично может поступить РФ по отношению к Украине. Но с тех пор много воды утекло. Выяснилось, во-первых, что того психологического эффекта, который имела бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, применение тактического ядерного оружия в Украине иметь не будет. Она только дополнительно сплотит Украину, весь мир против РФ и Кремля. Во-вторых, против этого категорически выступают китайские партнеры Кремля, чья точка зрения для Владимира Путина весьма важна. Поэтому вероятность применения тактического ядерного оружия я по-прежнему рассматриваю как невысокую, хотя, конечно, и не полностью равную нулю. Это зависит от успеха в контрнаступлении вооруженных сил Украины. Если они станут слишком очевидными, в том числе в Крыму, то всякое может случиться. Вот, несмотря ни на что, пораду 9 мая быть поспешили заверить в Кремле. И Путин в нем участие примет. Станислав Александрович, учитывая, сколько российская армия потеряла и продолжает терять людей в этой войне, этот праздник можно удержать в прежних рамках и в прежних традициях? Нет, нельзя. Вообще, Кремль при Путине обладает уникальной способностью и свойством дискредитировать бренды, придуманные не им. Также дискредитированный бренд «Победа». Да, ведь, собственно, в моем детстве, юности, и для многих из нас, в том числе, людей моего поколения более старших, победа действительно была чем-то святым. Но на волне и после долгих лет путинского победобесия уже вся эта победа вызывает скорее раздражение. Тем более, что живых ветеранов Второй мировой войны уже не осталось практически. Это фикция и фейк. И воспринимается как попытка путинского поколения приниматься к победе. И уже много разговоров о том, что в новейшем учебнике российской истории там Путин уже будет воевать на малой земле. И лежать в одном окопе с Леонидом Ильичем Брежневым. То же относится к Георгиевской ленте, которую вы упоминали сегодня. Когда она была придумана, она не вызывала никаких негативных ассоциаций. Потом Кремль все испортил. То же самое он сделал с акцией «Бессмертный полк», родившийся снизу и потом узурпированной властью. Поэтому да, все эти символы сегодня становятся знаками путинского империализма, авторитаризма и милитаризма. Причем очень слабого и пародийного по отношению к советскому. И поэтому вызывают самые разные эмоции от усмешки и дорожения. По большей части равнодушия. То самое равнодушие, которое не позволит народу сплотиться вокруг Путина. Даже и особенно после того, как неопознанный летающий беспилотник попадает прямо в Кремль. Понятно. Пока Путин готовится к параду, Запад готовится к трибуналу над ним. ВС склоняются к тому, что он будет гибридный. Ну, понятно, что дело военных преступлений должно быть очень солидным. Что уйдет на это немало времени и сил. Но вопрос в другом. Вы видите перспективу того, что Путин действительно пристанет перед судом? Он ведь может сидеть в бункере столько, сколько потребуется? Разумеется. Я думаю, что в Соединенных Штатах Америки нет задачи любой ценой заполучить Путина в трибунал. Здесь нереализованные угрозы, как это чаще всего бывает в жизни, важнее реализованные. Для США важна изоляция, маргинализация и предельное ослабление РФ. Без избыточных рисков для западного мира, для свободного мира. И эта цель почти уже достигнута, причем усилиями самого Путина. Именно поэтому США предлагают гибридный трибунал, который не требует лишения Путина и его соратников иммунитета. Украина настаивает на полноценном трибунале, но, естественно, голос США здесь важнее. Что будет, мы посмотрим, и это многое будет зависеть от успехов и вообще результатов контрнаступления вооруженных сил Украины. На этой неделе Верховная Рада Украины ввела слово «рашизм» в законодательство. В Киеве считают, что слова типа «российская армия» или «Путин» некорректно отражают суть, да и неполно. Так как же называть врага Украины? Термин «рашизм» в принципе не вызывает у меня особого отторжения, хотя относительно его смыслом может быть большая полемика. Я сам русский человек, я не желаю зла России русским ни в коей мере и не присоединяюсь к всем из моих соотечественников, кто готов убивать русских. Но вместе с тем, то, что происходит, это прямой результат того, что мы не прошли процесс покаяния в начале 90-х годов, покаяния за тоталитаризм, за коммунистический период нашей истории. И поэтому те элиты, которые сформировались в России в 90-е годы 20-го века, посчитали, что авторитаризм, как тип политического режима, и империализм и милитаризм, как пропагандистские прикрытия для этого авторитаризма, необходимы, чтобы защитить эти элиты от народа. Вот, собственно, и поэтому и доигрались и докатились до Четвертой мировой войны, которую Путин фактически развязал еще весной 2014 года с аннексией Крыма, и до ее кульминационной фазы с так называемой спецоперацией «Зет». Поэтому Россия все эти процессы должна пройти и пройти внутри себя, независимо от того, что думает по этому поводу внешние силы, в том числе и Украина. Угу. Доцент университета штата Мичиган Эрика Франц, который 15 лет изучает авторитарные режимы разных стран, считает, что для автократов с таким сроком пребывания у власти, как у Путина, самой распространенной причиной ухода становится смерть на своем посту. А после его режим чаще сохраняется, и вероятность госпереворотов очень низка. Выходит, что рассчитывать на то, что кто-то из ближнего круга предпримет попытку свергнуть лидера, не приходится? Вы с этим согласны? Да. Скорее, да, чем нет. Я считаю, что это невозможно не подтвердить ни опровергнуть стезистическими методами, которые использует уважаемая госпожа Франц. Потому что все в истории бывает когда-то один первый раз. В этом и состоит феномен черного лебедя. Как говорил покойный бывший премьер-министр России Черномырдин, сроду не было и вот опять. Поэтому, может быть, всякое. Но в случае ухода Путина по любой причине ему на смену придет коллективный преемник, состоящий из его соратников, как после смерти Иосифа Сталина. Однако, как и после смерти Сталина, этот соратник совершенно не обязательно будет проводить политику Путина во всех областях. Я думаю, что он будет просто вынужден в силу катастрофических последствий тотальной изоляции РФ мириться с Западом. Скажите, пожалуйста, а что может изменить контрнаступление, о котором многие говорят уже с политической точки зрения? Оно должно продемонстрировать или способность Украины вернуть в свои территории, по крайней мере, значительную часть, или не способность. И тем самым подтвердить, что военная машина Путина индивидии способна или не подтвердить. Именно поэтому от результатов контрнаступления, причем краткосрочных, в течение месяца-полутора с момента его начала, очень многое зависит. Станислав Александрович, огромное спасибо за интересную беседу. Для телезрителей напомню, Станислав Билковский писатель. До встречи обязательно.